Они из разных стран, говорят на разных языках и исповедуют разные религии. Объединяет их желание изменить жизнь к лучшему, делать добро и помогать людям. Участники международного лагеря БРИКС – молодые лидеры из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. В течение недели они не только работали над своими проектами, но и участвовали в спортивных играх, знакомились и практиковали английский. И даже прошли 7 километров по экологической тропе геопарка Ундория. А работу начали со слов на путстве министра иностранных дел Сергея Лаврова. В прошлом году смены лагеря БРИКС были посвящены дизайну, предпринимательству, архитектуре. В году нынешнем главной темой стала экология и устойчивое развитие. Как улучшить климат, минимизировать загрязнение окружающей среды и правильно работать с отходами. Проблемы мирового значения. Экология – это глобальный мировой тренд. И чем качественнее мы синхронизируем наши усилия в этом направлении, тем с большей уверенностью сможем рассчитывать, что экологичность и осознанность станут нормой для каждого жителя нашей планеты. Но, пожалуй, главная цель работы – сформировать правильное экологическое мышление у населения. Работали ребята в командах. Всего их было шесть. Среди предложенных проектов – цифровая школа по экологическому управлению, обеспечение удаленных территорий электричеством через солнечные батареи и даже создание тикток-канала о проблеме загрязнения воды. Шесть команд разработали восемь проектов. И эти проекты посвящены сохранению водных ресурсов, сохранению лесов, экологическим акциям и активностям, экологическому просвещению. Эксперты оценили высоко уровень подготовленных проектов, и многие из них готовы выступить консультантами и менторами в сопровождении команд. Все проекты получили положительные отзывы экспертов. Организаторы надеются, что после лагеря БРИКС команды доработают свои проекты и будут претендовать на гранты, чтобы реализовать их. Анна Тищенко, Уллправды ТВ